Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем проходить Age of Wonders Planetfall Invasions. Играем мы за Нарангу От, и если вы следили за прошлыми сериями, то помните, что мы разорвали союз с нашим канцлером, потому что канцлер переметнулся на сторону вторжения вот этих оккупионов тьмы, так сказать, и впал просто в какое-то безумие. Мы, соответственно, теперь ему противостоим вместе с нашими новыми союзниками посткнором, Николь, Иона и Кори. Ну и далее Ордель это тот, кто эту тьму, собственно говоря, на эту планету и притащил. По войскам у нас тут, ну тут практически три стека, здесь стек, но здесь три стека, конечно, в опасной ситуации сейчас находятся. Я даже не знаю, давать ли им сейчас бой, в принципе, денег у меня мало, спецоперациями толком пользоваться я не могу. Тут наш герой и Санакарн пока не могут нам помочь. Давайте, наверное, я отойду вот к этому городу и посмотрим, что будет делать канцлер. Здесь у нас еще тысяча ополчения будет, здесь у нас спецоперация действует на бомбежку врага, поэтому тут, по сути, уже четыре стека будет противостоять врагу и он вряд ли сюда пойдет. Здесь у нас товарищ уже в очередной раз захватил город Орделия. И, наверное, именно вот этим стеком я пойду здесь вот давить. Стек, в принципе, у нас тут неплохой. У Орделия я не вижу мега мощных войск. Но, с другой стороны, этот стек, конечно, жалко будет потерять, если здесь контролер сети у нас погибнет, но не настолько это критично. Вот тебе бы, на самом деле, тоже самовосновление поставить. Да, у всех тут у меня роботов самовосновления, и это прекрасно. Операции доступны. Так, а что у нас по доктринам? Есть у нас какие-нибудь интересные доктрины? Активные сети агентов, воспоминания о доме, политика вышедшей земли, оператор завод. Здесь у нас, в принципе, денег не так много, где-то никаких доктрин. Просто ждем вас. Давайте, наверное, меня уже прямо сейчас выдвину. Вы просто ждите. Посмотрим, что будет делать канцлер. Я на самом деле... Так. Удалить бы это облако на самом деле в очередной раз. Может быть, продать. Давайте мы вот это все продадим, дело. Эгобомбы вот это вот. У нас сейчас 115 денег. Мы можем прямо сейчас удалить вот это ядовитое облако. И на следующий ход, как раз к Титанису, у нас появится возможность присоединить новую область. Мы эту область и присоединим. Да, а облако скоро удаляем. Деньги, конечно, осталось совсем мало, но выбор... Так. Так. Канцлер. А что он начал? А что, канцлер? Он у нас отжал вот эту область. А вот эту что оставил? Да. Смотрите, он не стал забирать эту область. Это удивительно. Почему он не стал это делать? Удивительно. Ну ладно. Как говорится, нашим проще. Между делом, там канцлер продолжает где-то побеждать нашу союзную... Вот как нашего союзного бойца авангарда, скажем так. И нам нужно уничтожить еще логово одной из этих аукционов темных. Но я пока не дотягиваюсь до них. Ко мне они больше не падают. Я тут два логова уничтожил. Третье логово пока я не вижу в зоне досягаемости. Они, конечно, есть на карте. Вот логово. Вот логово. Вот логово. Ну, это достаточно далеко идти, и я целый стэк не могу пока отправить. Но нет у меня такой мощи. Чтобы так стэками разбрасываться. А, соответственно, если этот маяк уничтожает кто-то другой из игроков, мне это не засчитывается. В зачет идут только те, что я лично уничтожил. Так, развитие продовольств у нас исследовалось. Давайте развитие... Даже нет. Давайте, может быть, вот этот вот изучим. Плантовый скачок. Здесь у нас есть доктрина, благодаря которой будем больше денег получать, больше энергии. И это прекрасно. Так, Микос у нас получил новую область. Здесь индустриальный комплекс сразу четвертого уровня. А с улучшением он сразу пятого уровня станет. Мы, естественно, ставим. И, наверное, Е... Да, я здесь убрал... Улучшенную военную инженерную гильдию. Я убрал обычную военную инженерную гильдию, которая бонусы давала обычным войскам. И хочу поставить улучшенную, которая будет давать бонусы элитным войскам. И это будет, на самом деле, круто. А второй я, наверное, построю просто обычную гражданскую гильдию, которая повысит общее производство города. Да, потому что... Потому что вот по поводу роста городов давайте пробежимся. Принимать необходимое. Наверное, хватит. Давайте мы уже большие города отключим. А Титанис, вот допустим... Давайте принимаем необходимое. Малахос. Ты уже... Малахос, кстати. Малахос плюс, так сказать. Редево-чертоги у нас тоже принимают необходимое. Брайтбоу отдает сколько может. Больше он, к сожалению, пока отдать у нас не может. Хотя здесь центр сельскохозяйственной экспорта. Здесь плантации. Но сейчас у нас исследуется... Ну и сейчас. Исследуется сельскохозяйственное улучшение. И мы сделаем, естественно, пятого и четвертого уровня. Продуктов будет еще больше. Так, канцлер здесь что разбил? Колонию. Да, область отсоединена. ПОС. Ага. Независимые. Независимые. И независимые. Ну понятно. Здесь у нас что? Да, после улучшения аж 1200 на 2 юнита. Это очень круто. Тут у нас космит на радости привезли. Здесь новую область. Можем присоединить к Титанису. И присоединяем, естественно, вот эту. Да. Облако спор здесь скоро будет удалено. А в целом область весьма хорошая. Здесь и космит мы будем получать. И плюс энергия. И на производство очень хорошая зона. Так. Надо здесь как-нибудь перегруппировать отряды. Может быть, вот этих двух ребят нам даже присоединить в наш топовый отряд. Здесь давайте, наверное, мы сделаем вот так. Вот так. Да. Прямо на ранге от присоединяем вот этих вот бойцов, в том числе генерала. И у нас почти 3000 силы отряда стало главного. И это просто, просто супер. 3000 отряд. Это здорово. У нас еще скоро на подходе будут еще санакарны. Соответственно, силы нашего отряда будет только расти. Причем, повторяюсь, у нас санакарны сразу элитные выходят. И мы можем даже канцлера давить такими силами. Потому что его топовый отряд нот, они по 2000. Нот санакарным сколько? Тут даже слабенький отряд. Меньше 2000. То есть такие отряды мы просто настолько без потерь будем выносить, что они даже не будут понимать, что их убило. Особенно здесь у нас три генерала. Три генерала это вообще супер. Очень они мощны. Так. Кто у нас тут? Давайте мы кораблем посмотрим. Одним глазком. Тут у нас 700 плюс 570. В принципе, сил не так много. Можем начать вот отсюда. Или сразу нанести удар. Не, давайте. Ох ты ж, промахнулся немного. Давайте опять на воду встанем. Пока стой на воде, товарищ. Оружия нового у тебя нет. Разорвать себе разум в принципе неплох. Я не хочу спровоцировать, чтобы вот эти отряды назад пошли. Пускай они идут там куда шли по своим делам. Я, наверное, даже пока вперед двигаться не буду, потому что есть опасность, что вот эта вся пачка двинется на нас. И наши отряды хоть и мощные, особенно вот этот, но будут совершенно ненужные потери. Прям вообще ненужные. Этот город у нас через четыре к нам присоединится. Вот это бы, конечно, еще занять. Отжать в Ордель эту область. Казармы парагонов. Здесь что, две казармы парагонов? Серьезно? Вот это интересно, конечно. Так, до этого город вы ведь не бегаете. Добегают. Теми стэками причем. Вообще всеми. Поэтому опасно только ее уводить. Хочу я отжать у Ордели эту область. Уж слишком она хороша. Здесь постоянно автономы что-то давят, жгут. Но пускай они лучше какую-нибудь другую область давят и жгут. А мы потом эту область вот к лунному замку присоединим. Так, как бы нам тогда лучше сделать? Давайте, наверное, вот так вот сходим. А этих ребят мы просто отведем. Если вдруг даже канцлер решит вернуться, мы просто его здесь захлопнем. Я, по крайней мере, очень сильно это надеюсь. Так, Брайтбоу, что мы можем построить? Давайте вот области на пищу. Мы улучшим еще, чтобы еще больше продуктов нам улучшить. Он давал. Итак, здесь много продуктов производится. Даже с учетом, что мы половину отдаем другим городам. Нет. Канцлер войска совсем увел. Видимо, на войну с пост-кнором он их повел. Но нашим, как говорится, проще. Значит, у нас сейчас руки совершенно развязаны. И мы можем здесь Ордели заняться прямо вплотную. Нам даже вот этого стека хватит. И вот этого, этими двумя стеками мы просто здесь все это дело продавим. Потому что я не думаю, что у Ордели хватит мощи, чтобы остановить вот этот вот стек трехтысячный. На будущее, конечно, здесь мы, наверное, одного генерала выведем отсюда. Отдадим ему одну армию свою. Ну, то есть не свое, но один еще стек будем создавать. А генерал заменит, допустим, на сынокарн. Часть войск ему отдадим. Будем распределять войска. Сейчас я, наверное, коплю еще дипломатию. Как мне, кстати, ну с вегеталями вообще по нулям. Они задания не дают, пока здесь вторжение идет. С роботами у нас все круто по отношениям. Здесь нам надо еще кого-нибудь купить, чтобы перейти на новый уровень. Ну, прыгуны мне объективно не понравились. Охотники? Ну, тоже не очень. Снайперы хороши. Вот снайперы действительно хороши. Можешь, конечно, купить охотника. И потом уже откроется у нас следующий уровень отношений, брать снайпера и так далее, продвигаться. Так, пустотная тактика. Телепортирует вашу армию. Отлично. И их отряды собираются указаны в дружеской колонии. Они появляются во время любого боя в владениях колонии в начале битвы. Я должен confess, что отношения не останутся. Это неплохо, кстати. Опять такая оборонительная стратегическая операция. Так, что мы следующее тогда исследуем? Давайте вот это. Мир холодной войны. Ложную тревожную информацию. Дизмораль. И все колонии с башней получают плюс 4 защиты от... Ну, хотя нет, слабенько. Давайте вот это лучше кастовый совершать. Здесь экзоскелет клевый появится. Для пехоты. Мантии виртуальной реальности. Защитная. И... Реалистичные голограммы. Все подконтрольные вам лазутчики получают 2 щита. А их урон увеличивается на 10% даже в голографической маске. Отлично. То есть это улучшит наших лазутчиков. Лазутчики, напомню, это вот эти. Девчата, которые превращаться могут в других юнитов. Они изначально слабые, но вместе с улучшениями колонии... Не колонии, точнее империи. Они сами улучшаются. Так, здесь. Имеет ли смысл здесь нам... Нет, телепорт мы на какой-нибудь бесполезной области поставим. Есть индустриальный комплекс. Телепорт даже вот здесь вот может быть поставить. Все равно здесь вулкан. Ну да, казан-прогон, конечно, хороша, но... Не настолько, чтобы из-за нее на вулкане строить. Здесь посткнор наконец цветочки разбил. Которые его мутузили. Да, тьма здесь продолжает куролесить. Здесь белки куролесят. Так. Да, база создана отлично. Здесь у нас до сих пор удаляет опасную зону. Ну давайте. Так. Забираем эту область. Орбитальный оборонительный узел связи. Какой узел? Ты о чем, товарищ? Все. Эта область у нас отжата. Здесь Ордели, да, до сих пор сидит. Но мы его, соответственно, на следующий ход тоже из-за боя к казарму выбьем. Вы... Этих товарищей мы, наверное, уже не очень боимся. Давайте. Тогда перейдем вот в эту колонию. Здесь пока встанем. И нужно будет вот эту область еще нам вернуть. И когда город к нам присоединит через три хода, мы сразу вот эту зону присоединим. Ну здесь две казармы, парагонки. Интересно, они обе по счету будут давать нашим войскам? Плюс энергии, плюс 10, плюс 10 производства. Это просто огромный баф. Отличная область. Здесь что? 1200 силы отряд. У нас 1900. А, я не знаю, кто здесь. Можем разведку запустить. Мне нужна срочная разведка. Да, вот прям здесь. Оп. Трое всего лишь. Трое-то мало. Давай, с тобой летаем. Ага. Лазучик еще здесь нарисовался. Ну, это автобой. Скорее всего, пехоту сейчас потеряем. Мы всех потеряли. Вообще, все стэк, по сути, потеряли. Пытаться вручную разыграть. Пецоперация. Ну давайте попробуем вручную. Конечно, не факт, что у нас получится лучше. Но мы попробуем. Хотя бы несколько спасти бойцов. Так. Турели, насколько я понял, у них нет. Да, турели у них нет. Попробуем сейчас за счет спецопераций сыграть. Так. Давайте, во-первых, вот так вот отойдем. Из-под огня. Развернемся. Так. Ну давай. Сеть первого уровня. Давай, ты тоже вот так чуть-чуть отойди. Сеть второго уровня. К сожалению, этим мы уже не сможем. Дело слишком сильно, я им сходил. К сожалению. Ну да, ошибся. Забыл я, что они треходуют. Требуют эти установки связи. А тут давайте вызовем мы сразу разведчика. Пускай этот товарищ разведчик отвлекает. Вы его так вот за счет встаньте. Ты тоже за стеночку встань. И ждем, что он будет делать. Голос заживления. Они себя зачем-то лечат. Так. Ну все. Связь третьего уровня. Смотрите, какой сейчас урон у нашего контролера сети. Просто 20 урона. На расстоянии 10 стреляет. 10 расстояния. Представляете? Так, откуда он начнет? Вот отсюда он уже сможет стрелять. Два раза. А можно нам еще вызвать техподдержку. Давайте начнем с техподдержки. Вы пока в защите стоите. Ракета. Ни докуда не долетает. Нет, мы не будем их форсировать события. Пускай они сами на нас идут. Хоть мы и атакуем. Давайте вот вихревым зарядом по ним бахнем каким-нибудь. Есть у нас что-нибудь? Орбитальное похищение есть. Вероятность похищения увеличивается так. Атака не повредит цели. Но дожили. Почему? А, потому что они, ну понял, своих нельзя похищать. Смысл своих изучать. Так, можно копию свою отряд создавать. Но это очень дорого. От плейного очков потратим. Лучше вихревым зарядом бить. Это очень такой эффективный навык. По двоим, допустим. А так только по одному, да, по воздушному попадем. Хорошо встали, мерзавцы. Давайте вот так вот вдвоем. Да, пространство и нестабильность повесилась. Килюбрамма. Усиль для себя. Убили сразу нашего разведчика. Так, ты давай вот эту штуку забери. Не нужно она здесь. Ты. Ты. Давай сюда. Спецоперации. Кучно. Откуй. Хорошо встали. Да. Так, генерал. Нет, не генерал. Ты. 55% вбирает из попадания. В них 70. Давай чуть поближе подойди. 55, 55. Нет, вот этого надо убить. Он опасен. Он просто за залп убирает. Унтроллер сети. Прекрасен. И с такой броневой щитами, но очень хорош он. 43, 45. 45. Ну надо пару раз. Хотя бы разочек попасть. Да. Товарищ отлетел. Ты просто в защиту встань. Пакетой 5% шанс попадания. Это, конечно, мощно. 25 шансов попадания. Ну пробуй. Ух ты, он защиту ему сломал. Это неплохо. Сюда. 50%. Гранатка не долетает, к сожалению. Ну ладно. Эти люгра мы полетели. Вольно. Посмотрите, превратился в рукопашника. Ну так себе идея, если честно. Эти рукопашник у нас призваны, если я не ошибаюсь. Ему можно особо не жалеть. Не, ну ты не обижайся, он так жалобно пискнул. Я не в том плане, что особо не жалеть. Конечно, будем жалеть, но не сильно. Давайте еще раз здесь жахнем. Между делом, уже спецоперациями практически их убили. Так, ты... Нет, вы, наверное, давайте своих братьев по разуму сбейте. Так, тут 85%. Надо попасть. Обалдеть. Какой же мощный это все-таки юнит. Автономы мне, в принципе, сами не очень нравятся. Но вот контролер сети, это что-то волшебное. Очень сильный юнит. Два раза промахнулись. Ну ты серьезно? 45. Три раз по 45. Или вот сюда лучше ударить два раза. Кого-нибудь убить. Да. Еще один товарищ у нас отлетел. Закрушитель. Здесь нам через охрану придется пройти, к сожалению. Пускай лупцуются. Так. Давай, в защиту вставай. Уже у нас восстанавливается потихоньку. Так, ракеткой. Ну давай сюда, мало ли. Ух ты, это крик, кажется. Да, это был крик, он еще и поджег. Красота. Мы ее убили, нашего призванного товарища. У него еще часа восстановления есть. Он когда восстанавливается? На 12. Заход во время боя, мы видим в конце боя. Так, ну давайте мы... Так, ну давайте мы... Кого сначала? Ну да, Псеник, конечно, по роботам не очень заходит. Что и логично. 30 процентов. 40 процентов. Ой, крик прошел. Красота. Так, осталось у них четверо товарищей. Давайте, наверное, сейчас мы перейдем на точечные уже спецоперации. Так. Она сейчас отскочит. Ну, отскочила, конечно, она прекрасна. А ты сможешь... Нет, они за один удар их, к сожалению, не убивают. Вот так добьем. Да. Так. Контролер сети. К сожалению, вот еще они показывают урон. Какие бойцы донесли за бой. Я думаю, контролер сети просто... MVP был бы этой битвы. Сколько он урона нанес. Да, в конце хода. Ай-яй. В конце хода восстанавливается здоровье. Так, вот это вот овощи надо застрелить. Нет, что, легкий урон прошел? Ты сейчас серьезно? Плотненький негодяй. Так, а ты добей. Хорошо. И осталось только тактика нам добить. Тактик уже ничего смотреть. И вообще без потерь. Ну да, иногда автобой, конечно, творит чудеса. Но в данном случае он просто нам такую свинью подложил. Да хорош, вы что, добейте вот так вот. Как видите, вручную играть гораздо-гораздо эффективнее. Так, повысился у нас герой. Можем взять в управление ветеран. В принципе, винтовка у него шикарная, но мы сможем ему преломителя выдать. А преломитель, к слову, тоже будет бафаться от сети. И это круто. Поэтому берем атака феникса. Это у нас прыжок будет. Интересно, будет ли этот прыжок действовать, когда он в танке будет сидеть. Так, колония ждет приказа. Естественно, поглотить. Область тут весьма неплохая. Надеюсь, у нас кто сидит? 1528. Ну, давайте, еще один бой вручную разыграем. Ах, потеряли мы элитного налетчика. Элитного налетчика мы потеряли. Ладно, бог с ним, потеряли, потеряли. На такую жертву я согласен. Давайте сразу купим замену. Может быть, монитор еще одного купить. Или рыбокопа даже. Пускай ракеты пускают. Давайте рыбокоп купим. Он мне тоже не очень нравится, но он очень плотненький. У него, видите, много здоровья, много брони. Ракеты раз-два хода пускает. В принципе, юнит неплохой. Так, ничего мы им поставить не можем, к сожалению. Знания, производство, производство. Здесь у нас морская область достроилась. Давайте ее сразу в ферму водорослей превратим. Науки у нас и так, в принципе, 300. Меня это вполне устраивает. Флот, куда? Продвинься чуть-чуть, посмотри. Ты же у нас все равно на воде невидимый. Так, по поводу, по поводу доступа к командному центру. 20% к канцлеру. Но это вряд ли. Ну да, обнаружено целью. Ничего хорошего. Зато выполнен у нас оперативник. Таймный стратоперации на 25% дешевле. Ну, такое себе, прям скажем. Так, что канцлер? Ты куда пойдешь, канцлер? Дальше он пошел. С кем он хочет воевать? Автономов он разбил. И кажется, возвращается. Но в этой битве он потерял юниты. Я видел, что у них места стало меньше. Николь на втором месте снова. И она на третье вышла. Ну как вышла? Вернулась на третье. Она была. Так, что у нас как-то дела? У нашего железа? Он пока жив. Держись, Корвин. Держись. И что у тебя такое? Ручной миномет. Дожили. А что такое? Автонаведение. Взрывные атаки не задевают дружные цели и получают один эффект. Ох, ничего себе. И на 30% больше урона наносит. Ручной миномет это же одиночное действие. Это весьма слабое оружие. Оно так чисто. Вот оглушить. Да. Но урона оно не нанесет. Так, Ордели. Как плохо ты ишь, Ордели. Ордели. Родненькие. А что тебя тут как много? Ордели. Это войско мое почтение. Смотрите, сколько их там. Я, наверное, даже вот этот стэк сейчас уведу отсюда. У Ордели очень много здесь сил. Если он захочет меня занять вот этот город, он его займет вообще без проблем. Так, ладно, давайте вот это все дело мы отсюда будем выбивать. Через два хода присоединится этот город. Здесь, боюсь, сейчас тоже на нас пойдут. Так, здесь у нас еды стало еще больше. Красота. Что мы здесь построим? Штурмовики, специалисты. Военный комплекс, элитный. Здесь не очень нужно. Это элитный военный комплекс. Столько времени тратить. Давайте пока просто будем деньги производить. Так, здесь у нас производство закончилось. Давайте сразу. Наверное, инжири гражданская гильди у нас уже есть. Давайте вот эту улучшенную военную гильдию построим. После этого улучшим промышленно, энергетические области, элитный комплекс поставим. Так, Робокоп, Робокоп. Вы давайте отступайте. Робокоп, давай сюда присоединись. Давайте сразу ему поставим самовосновление. Да. Чтобы покрепче он у нас был. Иридиевые чертоги. Иридиевые чертоги. Что можно здесь бахнуть? Давайте улучшим области на производство. И потом купол на мораль. Здесь. Давайте пока так, что ли. Так, тут тоже Ордели сейд? Да, тоже Ордели сейд. Ну тут, я думаю, что без шансов для Ордели. Мы даже не поцарапались. Барона выдали. Слушайте, у нас прям целый набор техники. Нам выдали барона. А барон будет считаться? Механизм, подождите. Смотрите, он остался в маске, выглядывает из барона. Да, он тоже считается машиной. Прекрасно. Это техника дваров. Но мы, соответственно, ей тоже можем пользоваться. Здесь прекрасная роторная пушка. Механизм разрушения. Заряд азота, это он себя усиляет. Заряд укрепления брони. Это он может еще и лечить. Броню усиливать. Так, Укоразума, модуль. Давайте вот этот дестабилизатор мы уберем. Поставим самовосстановление. Да. Пускай тоже у нас лечится. Это прекрасно. Такой у нас полностью механизированный стэк получился. А ты легкий отряд? Да, так сожалению, легкий. А то можно было бы еще бонус ему для тяжелых отрядов. Да, вот это прям неожиданно. Неожиданно и приятно, прям скажем. Так, ну давайте здесь еще. Ай. Территорию. Они ведь так и так вот идут. Нет, сразу хочу это дело забрать. Да, автоматия. Сейчас имперский дробовик всего лишь. Ну, продать, естественно. Только, к сожалению, один стэк мы отсюда убрали. Не знаю, может быть я ошибся сейчас. Зря я это сделал. Ну да ладно. Улучшить главнокомандующего. Практически уже все ему улучшили. Но дальний бой продолжаем. Уже три раза по 17 она у нас стреляет. Очень мощно. А ты у нас тоже машиной считаешься? Нет, это кресло машиной не считается. Это просто кресло. Оно прикольное. Вы. Вы пока просто ждите. В принципе, наша героиня... А, хотя что ждите. Вот это что такое? Система перемещения. Эта система создает образ отрядов, за чего враги видят его в небольшом удалении. А действительно, вместо хождения по отряду сложнее попасть. Получает плюс два щита. Опять я сейчас так плохо сделал. Игра опять могла вылететь. Ну да ладно. Давайте, наверное, мы вместо... А хотя нет, это урон дает. Это воскрешает. Тоже воскрешает. Это дронов вызывает. Слушайте, у нас очень сильное усиление. На юнитах. Здесь вот у тебя что-то слабенькое было. Снабжение. Тактически ремонтный набор. Вот вместо него давайте поставим... А, нет. Это только на пехотинца можно ставить. Значит, тебе выдадим. Заплатки. Плантанты конечностей. И вот давай тебе... Что они дают? Броню дают и сопротивление. Давайте, пускай щиты у него будут. И ловец пустоты мощный. Так. Отлично. Здесь даже без боя забрали. Странция. Ну, хорошо. Так, здесь мы удалили плохую точку. Давайте, наверное, его просто здесь оставим. Пускай дежурит. Так, канцлер. Да, смотрите, канцлер тут. Стэк по сути потерял. Убил, конечно, он автоному большое количество. Но стэк потерял. Пус здесь уничтожил точку. Нам, естественно, это не засчиталось. Ну и не будем посмотреть, как там опять зайцы и вегетали сражаются со всеми подряд. Не очень нам это интересно. Канцлер. Вот он сюда перекинул свои войска. Но тут... Почему не идет... Я не знаю, чего они ждут. Копят силы, видимо. Почему так все здесь тьмой окружено. Башни страдания. Совершенно оружие, серьезно. Ничего себе. Ничего себе. Амазонки, вообще собирайтесь давить-то, а? Городов-то, в принципе, у Орделя остался. Он захватывает. Канцлер. А как канцлер умудрился его захватить? Ну, по всей видимости, у канцлера здесь кто-то невидимый был. Поэтому канцлер захватывает у нас опять этот пирс. Ну, ладно, в принципе. Мы бы все равно не смогли удержать. Потому что Орделя он всеми силами здесь пошел. И вы, наконец-то, будете атаковать-то или нет? Вот, а в области-то вообще же не защищены. Давите вы этого Орделя. Так, можем к Малахосу другую область присоединить. Эту область, к сожалению, нельзя присоединить. Ядерные пустоши. Получается, у нас только морские остались. Давайте морские и вот эта бесполезная область. Так, тут у нас сырье. Так, на производство. 134. Давайте, наверное, вот лучше сначала улучшим области. Чтобы быстрее следующие здания производились. Так, операция готова. Иона. Мы ожидали от вас больше. Да и у нас так, отношение 800. О чем вообще говорить? 2000 силы. Но, наверное, надо сейчас отступить. Ордели непонятно, куда идет. Может быть, даже вот он сюда пойдет. Давайте вот на воду пока спрыгнем. И что такое сейчас было непонятно. Область отсоединена. Да бог с ней отсоединена. Отсоединена. Канцлер здесь продолжает колонии громить. Здесь. Это что, железо так дунул? Да, железо, смотрите, ударил. Но здесь у канцлера два стэка мощных. Так что, ну хотя, как сказать, мощных. Вот это да, этот хорош. Ну, 3000 с копейками у него силы. В принципе, у железа не меньше силы. И при желании он сможет отбиться. Так, флот, 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 флот. Давайте, наверное, bright bow. А, кстати, вот и бесплатно. Можем ловца создать. И еще одного запустим на стройку. Да. Стэк ловцов все-таки нужен. Потом мы еще прокачаем. И если что, здесь вот ребята хотят, захотят, так сказать, поплавать, мы их примем. Радушно, естественно. Здесь что? Можно эту. В принципе, можно дальше пройти, позахватывать. Это что, будет тоже бесполезное. Они насколько далеко... А, они нет, они далеко смогут сходить. Поэтому не надо захватывать. Давайте, наверное, пока вот здесь вот остановимся. Этот стэк вернем сюда. Ты пока просто дежурь. Непонятно, вот эти вот армии куда пойдут у канцлера. И непонятно, почему пост к нор не давит. То есть какая-то, не знаю, застой какой-то. Вот первое, что произошло, это то, что вот железо ударил. Все. Больше здесь движухи никакой нет. Хотя войск очень много у всех. Очень много войск. Дардель вот сейчас на меня пошел своими стэками. У меня тут, кстати, невидимки есть. Это не очень приятно. Но я думаю, что если я все свои стэки соберу, вот эти четыре штуки, они у меня внутри, так вообще рядышком стоят. Четвертый, при желании, тоже смогу подтянуть. Мы сможем разбить его армию без особых проблем. Так, давай в ожидание. Когда у нас санакар? На следующий ход еще один санакар у нас прилетит. Ну, мы, наверное, сразу же следующий запустим строить. Тут санакар на за пять ходов производится. 119 энергии, 40 космита. Сразу элитная. Это прекрасно. Элитный санакар на это... Ну, собственно говоря, то же самое, что и... Вот этот элитный. Да даже, наверное, вот этот контролер сети посильнее будет санакар на. Больше он мне нравится. Санакар как-то меня вообще не вдохновил. Урон относительно маленький. Да, он очень живучий. У него защиты много, здоровья много. Вот уни-транслятор слабый навык. Уни-луч, который по площади лупит страшенную. Ну, там точность у него, я не знаю, это как-то патчить может надо. Там точность на дистанции 10-20%. Ну, куда это? Да, там урона много нанесется потенциального. Но он банально не попадает этим уроном. Когда область присоединится? Через ход. Ага, вот смотрите, сколько их там. Кошмар. Ну, вы будете... Авангард, ударь ты уже по Орделю. Ну, сколько войск-то можно копить? Чё вы стоите-то? Вот разбить его эти точки. Вот авангард сюда бы ударил. Амазонки отсюда бы ударили. И всё, от Ордели уже ничего не осталось. Можно было бы заканчивать с ним. Но нет. Он, видимо, дорог, как память от Ордели. Илона. Вдарь ты по нему, Илона. Даже не видно войск, кстати, страны. Вон, двою прибежало. Супер. Хотя нет, смотрите. Зря, зря. Илона, кажется, всё-таки решила атаковать Ордели. И это прекрасно. Это прекрасно, Ордели. Мне нужно... Да, Ордели вернулся сюда. Почуял он неладное. Но, наверное, для Ордели уже... Так, а ты как сюда вообще попал? Откуда прилетел, дружище? От отсюда? Так. Область. Отсоединена до боксни с этой областью. Вернём мы её, наверное. Вот эту область надо присоединить, да, к лунному замку. А, давайте мы её захватить, присоединить область к городу Лунный замок. Три хода. Окей. Лунный замок. Здесь... Ох ты ж! Ох ты ж! Тут уже... Здесь улучшенная военная. Элитных отряд вот здесь вот, возвышающий. А что за здание такое? Рядная станция... А, нет, это просто улучшенный военный комплекс здесь. Ну ладно. То есть мы прямо здесь можем санакарно бахать. Они, правда, слабенькие будут. Ну, любые воська за то здесь можем. Давайте пероще, естественно, оборону ставить. Этот горд я уже отдавать не собираюсь. Он мне дорог. Вот так всё, брайд. Брайтбоу. Давай ещё ловца. Мне нужен стэк. Стэк ловцов. Они мне нужны. Санакарн. Вот он, красавец какой. Так, выбрать шаблон. Сколько это будет стоить? 45-45. Годится. Да. И сразу следующий запускаем. Или преломители построить. Много санакарнов тоже, знаете, смысла нет. Потому что будем много тратить космита. Может быть, пока даже хватит. Трёх юнитов максимального уровня, чтобы космит у нас сильно не елся. Давайте, наверное, будем лучше мы преломители пока строить. Преломители, в принципе, техника тоже ураган. Давайте. И космиту они дешевле. Санакарн. А что ещё такой здесь плавает? Что за... Посмешище санакарн, санакарн. Давай, дуй сюда. Так, здесь что мы можем поставить? Улучшение областей, предводящих сырьё. Давайте башни излучения. Здесь для водных областей улучшения. Да. Так, пищу на радостях надыбыли. Операции готовы. Ай, получено предложение. База безупречности, от которой... Не, слушай, у меня на неё планы. Я здесь хочу точку телепортации поставить. Ты меня прости, конечно, но нет. Она, в принципе, бесполезная, конечно, эта точка. На данный момент я её не использую. Но и просто так отдать я тоже её тебе, конечно же, не могу. Так, квантовый скачок в колонии производит дополнительно 20 энергий и плюс 15 в каждой колонии за каждый исследовательский узел, включенный в сеть. В смысле, внедрив квантовую сеть, мы значительно ускорим наши исследования. Это, в принципе, за любую научную базу, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, Трина, что мне можно отсюда убрать? А, я оператор из завода. Воспоминания о доме, наверное, можно убрать. Хотя река у меня... А, нет, это не мои реки. Хотел, я уже был обрадоваться, но нет. Морских территорий у нас не так много. Протоколы эхо. Тоже полезно. Н, два, три. Сеть дворцевой пропаганды. Плюс 200 отношений со всеми расами. Да у меня и так с расами-то отношения, наверное, нормальные. Мораль, конечно, упадет. Только с синдикатом все плоховато. Давайте мы, наверное, вот эту сейчас уберем. Сеть дворцевой пропаганды. Отменим. А возьмем мы накопление квантовой энергии, наверное, Е. Кого не производят, дополнительно 20 энергии. Или проект... Нет, науки мне и так полно. Давайте накопление квантовой энергии сделаем. Плюс 20 энергии. Это на самом деле очень круто. Так, Малахос. Малахос. Отличное название. Прямо не переставит меня оно радовать. Ай-яй-яй. Так, а вы, товарищи, до куда добегаете? Добегает, добегает. Да они все добегают. А если мы... А мы не сможем прямо сейчас влететь и атаковать у нас, потому что товарищ на бароне. Барон сухопутный, Юнь. Давайте мы пока вот просто сюда куда-нибудь вот сходим. Вот здесь эту зону займем. Здесь вот пошарахаемся. Так, ты... Вы до куда долетаете? Они тоже все это дело долетают. Хотел я вот эту точку вынести. Но не знаю, рисковать или нет. В принципе, две 800 силы. У них... 700, там, ну, 2000, 3 пускай. Ну нет, очень много у них сил. Не хочу рисковать. Мы потом просто отойти, наверное, не сможем. Просто отсюда отойти не сможем. А если сюда атаковать, вот эти товарищи могут прибежать. Давайте пока просто отождем... Отождем, отойдем и подождем наш Санакарн. Вы пока ждите. Да, тут нейтралитет со всеми. Гражданское исследование. Нет, улучшенный телепорт... А, нет, тут мне или операции нужны. Вот улучшенный телепортаций это у нас появится форпост телепортации. То есть мы обычный форпост можем в телепортационный превратить и телепортироваться через него. Эта штука тоже хорошая. Экспертный совет. Что нам будет давать? Все отряды наносят нам больше урона, получают 10 точных затрат, на них содержание. Ух ты ж, ничего себе. Вот это мощно. Это вообще ураган. Эффективность. Давайте эффективность операции сначала. Нам всего лишь 5 ходов. Мы за это получим еще одну доктрину. Доктрин у нас сейчас на выбор много. Поэтому имеет смысл взять. Так-так-так-так-так-так. Ну давайте еще один ходик сделаем. Посмотрим. Что постоянно так бахает? Что постоянно так бахает? Так, вы пойдете куда-нибудь? Ну пока никуда они не идут. Ну посткнор. Ну у тебя тоже войска-то полно. Смотри, пустая территория. Обороны нет. 720. Просто влетай и занимай. Все, даже не занимай. Просто разграть. Уничтожь. Эту территорию. Просто даже не надо ее занимать. Просто выбей оттуда канцлера, чтобы эта область не приносила ему доход. И все, больше от тебя ничего не надо. Выбил, отошел. Рядом у него, ну вот, самые близкие войска. У тебя больше здесь сил по-любому. У тебя тоже есть тут юнит четыр... А, нет, нету. Я думал, вот он четвертый уровень. Это на городе настройка такая. Но все равно. Все равно у тебя сил здесь много. Больше трех тысяч. Три с половиной тысячи. Шарахай по ним и все. Ел в шляпе. Да, кстати, видите, они не собирают сундуки. Груз обычного оружия. А что, есть груз необычного оружия еще? А это, видимо, груз необычного оружия, который нельзя брать. Так, где он у меня здесь? Он до сих пор тут тоже лежит. Вот он. Груз обычного оружия. Улучшить область. Так, Ионокст. Ох, Иона, Иона пошла. Красотуля, Иона. Так, вот она куда-сюда шарахнула. Да, наконец-то. Это что такое? Шесть очков тактически. Все деньги потратили. Ну вы что? Это что такое? Лунный замок, вторжение. А, это вот эти ребята прилетели. Мы сейчас их тремя стэками, соответственно, отправим. Обратно в то измерение, откуда они выползли. Иона наконец-то начала делать дело. Просто умница. Сейчас он Ордели зажат меж, так сказать, трех огней. С одной стороны авангард, прям скажем, тоже не слабый. Здесь Иона пошла. Он тоже дендроиды матки. То есть максимальные юниты. Ну, да, сами видите, что здесь пять стэков. То есть все те стэки, которыми раньше она нас мучила. Теперь она пошла на противника. Какую область можно присоединить? Никакую получается, что ли? Эти все области заняты, да? Да, эти все уже области заняты. Тут тоже все занято. Единственное, что я могу присоединить, это вот эту вот, вулканическую. Давайте присоединим, да поставим здесь точку телепортации. Мы, получается, изучили? Нет, адаптивную заработку мы еще не изучили. Да, к сожалению, пока не изучили. Ну да ладно. Так, касты усовершенствуются экзоскелеты. Появились реалистичные голограммы. Наполнительные щиты нашим лазутчицам. Так, здесь что? Ну, это стратегические операции. Не очень интересные. Может быть, создание разлома? Давайте. Сможем генератор разломов создавать. И летать на этом генераторе разломов. Это круто. Так. Этих товарищей надо будет выбить. Куда приземлиться? О! Опять сюда? Прекрасно. Так, нам нужно сюда стэк отправить. Стэк в идеале... Какой в идеале стэк-то? Может быть, тебя? Они одни осилят, интересно? Они вряд ли одни осилят. Принято так три накопления квантовой энергии. Ну, не знаю, на сколько это прибавило, но денег у нас плюс 312. Это неплохо. Иона, да, здесь захватила. Иона здесь тьму разбила. Независимо здесь белки продолжают куролесить. Но это все бои белок. Бои белок, бои там сиделок, вот этого всего. Это мы смотреть не будем. Так, лунный замок, вторжение. Это мы сейчас уничтожим. Так, здесь у нас все строится. Как долго здесь строится? Ну, мало, конечно, производства. Здесь у нас столица. 164 всего. Лучше на военно-инженерной гильдии достроится. И мы сможем тоже здесь юниты собирать. Конечно, не элитные они тут будут, но... Тоже, в принципе, неплохие. Так, гражданская дженер-гильдия. Плюс 6 за каждую постройку в колонии. Там гражданскую надо строить. И на производстве здесь уже очень много. Эти гражданскую тоже построим. Наверное, даже вот так вот выше военной. Потому что на производство сразу добавят. Так, тут у нас плюс космет. Тут у нас плюс энергия. Кораблик у нас тут достроился. Сколько у нас их уже? 4. Ну, давайте догоним мы все-таки до полного стека. Потом их еще улучшим. И будет вообще красота. Так, здесь у нас башни достроились. Давайте улучшим области на производство. Санакарн. Так, ну прежде всего мы давайте вот по вот этим ребятам ударим. Давайте, наверное, даже этот бой... Хотя что тут проводить? Ну, я вам эти бои не пока... Ну, давайте проведем. А то... А, я в автомат нажал. Нет. Нет. Давайте я вам хоть покажу, что это за тьма. Но выглядят они как обычные оккупсионы. Только они посильнее как следует. Они как следует посильнее. И все юниты в армии вот этих темных оккупсионов имеют на спине вот такую штуковинку. Порабощение. Метка раба темной пустоты. Это отряд погибнет, когда его в армии больше не останется темной пустоты. И при этом на 30% больше урона. То есть, если мы уничтожим вот этих вестников пустоты, стрикса, вот такой вот он у нас. Темный взрыв. 16 в заклане. Раба может. Раба взорвать. И ундину. Темное свежевание. Ну, они так тьмой должны, в принципе, атаковать. Но, не тьмой, точнее, псионикой. Но у них акцент молнии. Да, у них на молнию переделан этот навык. Поэтому, в принципе, нет особого смысла уничтожать вот этих вот пехотных ребят. Потому что, если убить, вот у меня метка порабощения висит. Если убить вот ундин этих, то они, собственно говоря, сами-то и погибнут. Запутывающий троян. А, нет. Опять пытаюсь что-то запустить. Ну, давай, ладно. Все равно не дотягиваемся. Но, видите, когда не особо нужно, сразу прямое попадание в обоих противников. Вот наш огромный санакарн. Гигантский просто санакарн. Так, ну сюда мало. Уни луч. Ничего себе, неужели попадешь? Да, он неплохо бахнул. Но, все равно мало. Надо сильнее бахать. Это что такое? Дрон-излучатель звука. А, это этот. Ну, это просто танк. А, это генерал. На танке. Так, на ранга. Что такое у тебя? Реанимация. Возвращает указанного погибшего раба к жизни. Нет рабов в армии. Это имеются в виду рабы синдиката. Потому что вот этот трон летающий, это трон синдиката. Там юниты такие у них есть. Так, и давай ты тоже вперед. Так, ты у нас слабляющий, я просто танк защиту. Тоже просто защите, постойте пока. Не ломитесь вперед. Но в любом случае, даже если кто-то погибнет, я их воскрешу. Так, ты в кого стрелка можешь превратиться? Давай, превратись. И надо готовность встань. Так, здесь у нас что? Ну, здесь мега пингвины. Разве что генерал, вот, имеет смысл подвинуть. Да. Ну, и просто из защиты встать. А, кстати, вот есть рабы-то. Зря я так говорю, что рабов нет. Есть. Они, наверное, только на дизморали. Хотя нет. А, на нижнем не действует, там никакие морали. Точно. Ой, как больно. Ну, давайте. Взбивать уже эту тьму. 35, 60. Генерал, 55. Ты чего? Почему не попадаешь? 25% давай. Да, у них, как и у обычных, как и у всего, на сопротивляемся ко всему. Просто сумасшедшая. Ой, хорошо. Так, тактик, давай. Еще раз вход к нашему генералу. И генерал. Надо вот сюда. Прекрасно. Даже с учетом того, что сопротивляемся высоченно за счет того, что урон с фланга проходит. Так, это таран. А из пушки стрельнуть? Подождите. Таран. Одиночная действия. Сокрушительная атака. Одиночное действие. У тебя таран, основная атака? Серьезно? Забавный танк. Ничего не скажешь. А сокрушительная атака тоже нет. Ну, давай. Сюда же подойди. В воздушной цели можешь стрелять? Можешь. Давай. Попал, смотрите. Ну-ка, санакарно. Давай, докажи мне, что я не прав, что плохо к тебе отношусь. Ну, все. Эти сейчас сами упадут. Прекрасно. В общем, вот такие вот они, вестники пустоты. За каждые 10 уничтоженных отрядов дают нам награду. Не знаю уж, кто это дает. Но кто-то дает. Может быть, даже эти стеки нам сюда не таскать. Просто сейчас у нас через два хода еще здесь танк появится. У нас санакарно сюда прилетит. И отправим вот этого товарища. Да, ты давай гони сюда. Как раз через два хода прилетишь. Санакарно, давай тоже лети сюда. А этих оставим здесь. Все-таки опасаюсь я отсюда уводить юниты. Должны они справятся, но будет там их две тысячи. А у нас будет три тысячи с учетом санакарно. Танк еще достроится скоро. В принципе, даже вот этот мастэк можем улучшить. Убрать вот отсюда рыбокопа и регенератора голема. Дать танк, дать санакарно. Они тоже машины. То есть, они тоже будут бафаться от сети. И этот отряд будет просто, не знаю, вообще неубиваемый. Они будут давать еще плюс одну дальность атаки, допустим, санакарно. У меня так-то дальности восемь. Еще плюс один будет девять. Ну, вообще, приятнь семье. Право не лучше, вообще молчу. Так, здесь у нас что? Здесь пока ждите, пока у вас целый стек наберется. Вы отойдите все-таки к городу. Так, вот треугольничком. Просто по всем заветам. Теоретическим. 67 дипломатии у нас. 67 дипломатии. Я вот думаю, имеет ли смысл нам... Ну, если стек белок набрать, но это исключительно по фану. Даже не белок, а вот этих вот. Взять, допустим, сейчас еще одного ухотника. У нас откроются белки. Белки и снайперы. Химики и снайперы. Мы, в принципе, в первом задании играли за них. Набирали мы там и царя набирали. Ну, царь хороший, конечно, тоже он там в ближнем бою машется. Будь здоров. Но, в принципе, меня эта фракция не очень впечатлила. Ну, разве что снайперы. Белки, они просто забавные. Они живучие, да. Вот эти гранаты у них разнообразные. Но, не знаю. Снайперы, да. Снайперы хорошие. Для второго уровня. Там вот эта дальнобойная винтовка. Хороший урон. Они очень похожи, на самом деле, на снайперов, господи, как их, конструктов. Вот снайперы конструктов практически то же самое. Хотя цеховые убийцы у синдиката тоже практически то же самое. Только там электричество, псионик, а здесь химия. Поэтому это все очень похоже. Ну, давайте, ладно. Пускай будут у нас еще стэк анималов. Ну, прыгуны вообще не понравились. Прыгуны? Нет. Прыгуны ерунда. Давайте снайперы возьмем. Вот так вот. Еще у нас два бойца. Улучшилась с ними фракция. Ой, фракции, господи. Отношения улучшились с ними. Так. Куда нам их отправить? Можно, конечно, сюда. Итого у нас здесь будет... Здесь вообще есть кто-нибудь с автономами у нас? Здесь их и нету. В принципе, вот эти регенератор рыбаков. Да хотя они с автономами. Им эта сеть не особо нужна. Установка сети. Ну, плюс больше урона, конечно. Дальность атак тоже не очень. Ракета-то, что дальше полетит. Она у нее и так вон на один слетает. Весьма неплохо. Не факт, что они вообще переживут драку здесь с этими теплыми ребятами. Поэтому ладно. А может быть их даже лучше. Давайте, наверное, сюда отправим. В поддержку... Вот этого уничтожения-вторжения. Если выживут, значит выживут. Не выживут. Но судьба такая, значит, лисья. Давайте, наверное, уршения даже пока на них вешать не будем. Хотя плюс две брони. Было бы неплохо. Ну ладно, в любом случае, это все уже будет в следующей серии. А сейчас всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это все очень приятно и крайне полезно для развития этого самого канала. Еще раз всем большое спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok